И снова приветствую юных программистов игр в Scratch. Мы наконец добрались до седьмого урока, который называется «Переменные и данные». И этот урок является одним из важнейших для всех программистов. Начнем мы с практики. Добавим в счет в игру код обжора. И на практике поймем, зачем нам нужны переменные и как с ними можно работать. Я вошла в свою учетную запись на сайте Scratch и создала новый проект. Сейчас я не буду здесь программировать, а загружу со своего компьютера последнюю версию игры код обжора, чтобы продолжить с ней работать. У меня открывается моя папка, поскольку я с ней всегда работаю, и выбираю ту версию, которая мне нужна. Вот наш код. Сейчас нам нужно добавить счет. И прежде чем это делать, давайте подумаем, кто будет подсчитывать баллы. Ну, конечно, логично, чтобы подсчитывал баллы наш главный герой – код. Значит, будем работать с его скриптом. Для того, чтобы работать с данными, добавить подсчет очков, нам нужны переменные. И в Scratch есть группа команд, которая так и называется – данные. Нажимаем. Здесь, по сравнению со всеми другими группами команд, как будто бы ничего нет. Но две важные кнопки, с первой из которых мы начнем работу. Нажмем на кнопку «Создать переменную». И здесь нам необходимо ввести имя переменной. Ну, мы говорили, что добавим счет. Давайте так и напишем. Счет. Подсчет очков. Или очки, или баллы, как кому больше нравится. И нажимаем «Ок». Смотрите, на нашей сцене появилось окошечко «Счет». И здесь написано «Ноль». И появились команды, появились инструменты. У нас появился также такой овальный блок, который имеет то же самое имя, которое мы только что вводили. Это и есть наша переменная, с которой мы будем работать в нашем коде в скрипте. Если мы уберем здесь флажок, то переменная с сцены исчезает. Но нам она нужна. Мы хотим смотреть за счетом, следить за счетом. И теперь осталось только добавить возможность подсчитывания баллов. Когда у нас баллы будут начисляться, когда будет увеличиваться счет и на сколько. Это будет происходить в том случае, когда у нас код будет касаться каких-то объектов, в данном случае съестных, съедобных. И будут баллы добавляться, счет будет увеличиваться. Мы помним, что когда у нас происходит касание кота и какой-то еды, то у нас происходит передача сообщения съел. И это сообщение наш код ловит. Вот оно здесь. Значит, здесь мы как раз и можем добавить подсчет очков. И для этого нам нужна команда «Изменить счет на 1». Это значит, что к значению переменной счет, сейчас она равна 0, будет добавляться единица. Давайте сюда добавим. Ну, куда добавим? Вот сюда. Можно в самом начале добавить. Вот так. В данном случае это не принципиально, потому что программа работает быстро и эти команды очень быстро выполнятся. Ну что, давай проверим. Включаем. Когда мы съели мяч, и нам невкусно. А вот мы съели яблоко, подросли, и счет увеличился на 1. Давай съедим еще что-нибудь. Вот счет увеличился на 2. Теперь 3. Давай уже для надежности проверим полностью. Нужно проверять все. Так, работает. Работает. И, наконец, мы съели все. Вот. Когда мы касаемся несъедобных объектов, то у нас ничего не происходит. Версия у меня не самая последняя, как выяснилось. Мячик не лопается, но счет не увеличивается. Это как раз то, что нам надо. Все получилось, да? Теперь еще один момент. У нас счет стал равным 6. И сейчас мы запустим игру сначала. И смотрим, что счет опять равен 6. И если мы будем дальше продолжать играть, перемещать нашего кота, то счет уже растет. И если ты понимаешь, мы каждый раз будем запускать игру, и счет будет увеличиваться и увеличиваться. Это не совсем верно, потому что когда мы начинаем игру, у нас счет должен обнуляться. Что сделать при этом? Ну, конечно же, нам нужно в начале игры задать значение переменной счет равным 0. И вот у нас есть такая команда задача счет значение 0. И куда мы ее поставим? Конечно же, мы должны ее поставить вот сюда, когда щелкнуть по флажку. То есть с самого начала мы должны обнулить, это так и называется, обнуление или инициализация задания начального значения, наш счет. Ну-ка проверим. Ну, вот так получилось, что код у меня был прямо на еде, поэтому сразу счет увеличился. Давай его поставим так вот в стороночку. Вот у нас счет 0. Все отлично, работает. Ну, и последнее, что я сейчас покажу еще, конечно, может захотеться увеличивать счет не на 1, а, допустим, при съедании еды, например, на 10. Мы добавим здесь 10. То есть мы можем здесь вводить любое число, которое мы хотим. Ну, и сейчас проверим. Вот у нас увеличилось на 10. Если мы хотим, чтобы со счетом что-то происходило, когда он попробует съесть что-то несъедобное, мы то же самое можем сделать. Например, мы можем сделать так, что когда он съедает что-то несъедобное, счет уменьшается. Вот давай возьмем и сделаем, добавим, изменить счет, но уже не на 1, допустим, а на минус 1. То есть мы уменьшим счет на единицу. Отнимем единицу от того значения, которое здесь у нас описано. Давай попробуем. Итак, у нас счет уменьшился, а теперь мы пойдем попробуем съесть мяч. И вот у нас счет уменьшился. Единственное, что сколько бы мы ни стояли на этом мяче, у нас будет уменьшаться и уменьшаться счет. Что с этим делать, чуть попозже я объясню. Пока так. Если нам это не очень нравится, то мы можем ввести еще один счетчик. Допустим, добавить новую переменную и назвать его несъедобное, к примеру. Сколько несъедобных объектов он нашел. И аналогичным образом, вместо того, чтобы изменять значение переменный счет, мы изменять будем значение переменной. Вот здесь уже можно будет выбрать несъедобно. И, конечно же, не на минус 1, а на плюс 1, потому что мы съедать будем. И, ну, дотрагиваться до несъедобных объектов. И, конечно же, нам нужно задать начальное значение, тоже 0. Ну, давай проверим. Вот, несъедобное, но тоже та же беда. Он у нас наращивает слишком много, да? Ну, мы еще раз повторю, эту проблему обязательно решим. Но пока нам нужно разобраться, усвоить, что такое переменная. И мы перейдем чуть-чуть к теории, для того, чтобы закрепить полученную практику. Итак, мы добавили счет в игру код обжора. И при этом использовали новое для нас понятие. Переменная. Сейчас мы закрепим это понятие, для того, чтобы потом спокойно можно было использовать во всех остальных наших проектах. Мы будем очень часто пользоваться переменными. Для того, чтобы с ними работать, в Scratch есть группа команд «Данные». И когда мы ее выбираем, у нас есть кнопка «Создать переменную». И мы можем ввести имя переменной, любое имя. А потом у нас появится команда для работы с переменными. Я надеюсь, ты это запомнишь. Что же такое переменная? Давай представим себе память компьютера. В памяти компьютера хранится много разной информации. И мы точно знаем, что в этой памяти хранятся и выполняются разные программы. Программы работают с данными. Либо просто данные хранятся на компьютере. Но если нам нужны данные для того, чтобы их обрабатывать в программах, то нам нужно обратиться к какой-то части того большого объема данных, которые на компьютере хранятся, и взять какие-то значения. Для того, чтобы это получилось, нам нужно эти фрагменты, эти элементы данных идентифицировать. Или дать им имена. Например, мы можем ввести такую переменную а со значением 5, сохранить в памяти. Или переменную у со значением 1.3 или 1.3 десятка. Или даже могут быть целые слова и предложения. Это у нас будут другие типы данных, и мы тоже можем их использовать. В дальнейшем мы это будем делать. И мы тоже все эти фрагменты данных, или правильнее сказать, ячейки памяти, должны именовать, чтобы программа по этим именам смогла добраться до этих ячеек памяти. Итак, переменная. Это специальная ячейка в памяти, в которой хранятся данные. У переменной есть имя. Еще правильно, программисты называют имя переменной идентификатором. Таким английским словом идентификатор. И переменная имеет значение. Это значение в процессе работы программы может меняться. Мы можем туда перезаписывать новые данные. Так как мы считали счет. Сначала мы в ячейку памяти с именем счет, в нашу переменную записывали 0. Потом мы туда добавляли еще, еще, еще. И значение менялось, становилось равным 2, 3, 4, или 10, 20, 30. Или уменьшалось, становилось меньше. Надеюсь, сейчас ты хорошо запомнил и понял, что такое переменная. И мы будем дальше с ними активно работать. И в завершение первой части урока обращаю твое внимание на то, что я работаю в режиме онлайн, в своем аккаунте. И здесь у меня уже есть название моего проекта. И я его могу сохранить и посмотреть в списке своих проектов. Вот он у меня появился, этот проект. Еще раз напоминаю, что если ты хочешь, чтобы этот проект у тебя сохранялся на компьютере, то необходимо обязательно еще нажать файл, скачать на свой компьютер. Но я здесь сделаю не 3.2, а 3.3, пусть будет. И скачаю на свой компьютер, для того, чтобы на компьютере тоже сохранилась копия. Но если ты все время будешь работать в своем аккаунте, то это делать необязательно. А сейчас доделай тоже свою игру. Добавь подсчет очков, баллов в свою игру код обжора или тот проект, который ты делаешь по аналогии. И до встречи в следующей части урока.